Одной из самых острых проблем все последние годы было отсутствие подготовки русских логопедов. Специалисты во всем мире утверждают, что с каждым годом речевые нарушения у детей становятся все сложнее. При этом в Эстонии не существует возможности изучать логопедию на базе русского языка. Поэтому исключительно важно то, что завершилось обучение группы в магистратуре Московского педагогического госуниверситета. В городе, при поддержке которого был осуществлен этот важнейший проект, получил 14 магистров логопедии. Наш гость сегодня Милена Погодаева, директор Таллиннского учебно-консультативного центра. Добрый вечер. Добрый вечер. Милена, мы можем говорить, что наконец-таки большой проект подошел к своему завершению и это прекрасный повод порадоваться. Да, я с вами совершенно согласна. Я тоже очень радуюсь вместе с моими подопечными. Мы два с половиной года учились и закончили. Скажите, как происходило это обучение в нынешних условиях пандемии? Вы знаете, на самом деле нам повезло, потому что коллеги, молодые коллеги, которые стали магистрами, всего одну сессию провели онлайн, и это было осенью. А в прошлом году им повезло, они успели съездить и вернуться в конце февраля в Таллинн, и потом наступила пандемия. Поэтому одна сессия была онлайн, и защита дипломов тоже проходила онлайн. Но самое главное, что у нас есть теперь 14 магистров. Да, это самое главное. Скажите, в чем разница? Ведь у нас в Эстонии обучают логопедов на базе эстонского языка, конечно же. Неужели есть такая большая разница? Разница, безусловно, есть. И я в предыдущем интервью, если помню правильно, уже говорила, что и в советское время Тартусский университет не готовил русскоязычных логопедов. Поэтому, основываясь, скажем, на системе языковой русской и основываясь на системе языковой эстонской, происходит подготовка специалистов. Поэтому все-таки для владеющих русским языком как родным языком возможность обучиться только в России. Мы можем говорить, что теперь нехватка логопедов – это уже прошлый день? Нет, не можем, к несчастью. Логопедов по-прежнему не хватает. И было бы очень замечательно, если бы еще молодые специалисты задумались о том, чтобы выучиться на эту прекрасную профессию. Все это стало возможно благодаря городу? Да, именно так. Расскажите поподробнее, в чем здесь помощь? Город был озабочен тем, что специалистов не хватает. Город был озабочен тем, что без помощи логопедической остаются дети в детских садах, дети в школах. И поэтому именно при поддержке города, при поддержке городских властей этот проект стал возможным. Были налажены контакты с Московским министерством образования и науки. Мы предметно договорились о том, что в Московском педагогическом государственном университете специалисты смогут пройти обучение в магистратуре. И этот проект успешно был осуществлен. Как много логопедов в нем не хватает? На данный момент в Эстонии не хватает тысячу специалистов опорных систем на полную ставку по всей Эстонии. Среди них, конечно же, и логопеды. Если вдруг родители замечают, что у ребенка какие-то есть нарушения, возможно, ему нужен логопед. Куда бежать? Как найти? Есть разные возможности. Можно обратиться к семейному врачу, который порекомендует логопеды в поликлинике. Можно обратиться к логопеду, который в детском саду работает. И там можно обратиться к нам в Таллинский учебно-консультационный центр. Наша домашняя страничка tonkeskus.ee. И там есть описание всех наших услуг, в том числе и логопедических. С какого возраста деткам можно ходить к логопеду? На консультацию можно обращаться уже в два года, а начинать занятия, если мы говорим о нашем центре, с четырех лет. Спасибо большое. Пожалуйста. Напоминаю, что нашей гостью была Милена Погодаева, директор Таллинского учебно-консультативного центра.